Называется «Игры в образовании». Поскольку все интуитивно понимают, что такое игра, и каждый родитель считает, что они что-то умеют играть в образовании в игре, то здесь, значит, как бы все имеют свой личный опыт, и можно там чему-нибудь обратиться, и кажется, что тема простая. Вот, с другой стороны, меня тема ужасает, когда я вот так вот думаю, «Игры в образовании», когда же это началось? И ухожу просто вглубь, даже не в человеческом, а куда-то вот до рождения человека, понимаете? Потому что когда котенок играет в шарик, эта игра и она его там образовывает, вот сто процентов. Человека не было, а игра в образовании уже была. То есть мы уходим вообще куда-то вот супер вглубь, да? То есть чего же там собственно образовывается там в этой игре? Что она вот так вот методом естественного отбора отобралась, да и шла к человечеству, и человечество сейчас вот тоже это как-то дальше юзает, возможно и после человечества, уже человечества не будет, а будет там не знаю кто. А игра, возможно так и будет. Там дальше все равно, эту функцию свою загадочную не понять и нести. Вот, и поэтому масштаб получается, он такой большой. Нас тут призывают, с одной стороны, быть ближе к исторам, там в детском саду, к школе, пожалуйста, запросто. Я сам 25 лет бы подавал в школе. Могу об этом сейчас рассказывать, об этом опыте, что делать игру. Будем ближе к истокам. Но не будем забывать вот эту планку общественную, философскую. Потому что если мы хотим взять тему глубоко, придется говорить не только на таком вот бухонном уровне, да? Но и заглядывать вот туда, вглубь вот этого вот самого, которое как бы хочется говорить. Вот, поскольку я еще раз говорю, что игра такая тема получается банальная, все вроде бы прикинули, понимаешь такую игру, читаешь разные книжки, хейнигов там всяких и так далее. Вот определение игры. Ну вроде да, а вроде путаница такая очень большая в понятии. Сам я лично для себя пытался разобраться, что же это такое. И вот схемку у меня, где я получил, могу определиться, которой я так пользуюсь более-менее. Потому что когда говорят об игре, исходят из разных очень часто оснований. И поэтому стоит бесполезно, когда люди на разных основания обходят. Вот получился у меня такой треугольник, и все прыгает вокруг него. Значит, одна тема это такой азарт. Азарт. Вот. Другая тема, это когда вы на себя надели маску, назовем так маска, ролик. И таит где-то моделирование. Моделирование каких-то процессов. И вот-вот где-то, 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 вот там вот, если вы видите пространство, вот так вот, находится игра. Иногда она ближе к одному концу, иногда к другому и так далее. То есть понятно, что если мы берем там какой-нибудь там футбол, там азарт, там я гоняю с мячиком и так далее, то и тому подобное. Но, с другой стороны, тоже есть там какие-то правила моделирования или еще что-то и так далее. Но, наверное, это все-таки ближе к азарт. Но, если мы возьмем какого-нибудь, я не знаю, математика, которая сидит и решает уравнение с таким азартом. Азарт там вот такой, а вот мы играли, там все скажут, какая это играет, он просто увлечен математикой, какой там угры нет. Значит, типа не тот, да? Отъехали. Вот. Возьмем то же самое с таким, ну, например, с мастер-ролей, да? Кажется, игра это когда человек примерил на себя какую-то роль, сказал, вот сейчас я буду там всякого-то изображать, дочки-матери. И кого-то изображать, да? Или там, ну, что-то такое как бы делать. Вроде бы да-да там эта игра, но у нас есть масса ситуаций, когда мы тоже имеем такую ситуацию, но так вот игра не игра непонятна, да? Ну, например, есть вот игра такая детская классическая, в которой мы хотим говорить образование. Есть театральные подмостки, там же тоже играют. И в кино играют, но это там в профессии или, ну, там какие-то отношения. Я уже говорю, что можно и дальше идти. Там всякие бизнес-игры все проходят на салоне, из себя там потом изображают. Игра эта, или, ну, светская какая-нибудь, если можно назвать. Есть куча всяких таких вот поисталок к слову игры, да? Там театральная, светская, там еще какая-нибудь, которая показывает, что вот вроде игра, а вроде там какая-то граница, понимаете, да? И то же самое с моделированием. Вот, котенок я уже упоминал, бегает, шарик играет. Шарик, ну, мышка, вот он моделирует процесс. Условно говоря, уж так вот. Безусловно, рефлектором, у меня там что-то передалось. Ну вот, и он так как-то бегает. Но с другой стороны, не всегда, когда я с моделированием играю, сидит опыт, мы делаем, физику преподаем, у нас там опытов полно. У нас там плашное моделирование, сидит вот таких процессов. Игры кругом, а рядом нет. То есть вот есть какие-то такие вот барьеры, и вот между ними там этот игровой такой процесс пройдет. В связи с тем, что это понятие с моей точки зрения вот так вот размыто, то среди игровиков существуют разные, которые склоняются либо к одному полюсу, либо к другому, либо к третьему. Вот, они начинают разбираться и непонятно каких игр делали. Я большая свою часть такой жизни посвятил таким играм, как ролевые. Кроме этого, есть кругом, а там полно всяких игр. Деятельностные игры. Игры деловые. Игры, там, какое-нибудь там творческое дело, там, КТД коммунарское идет. Тоже можно игрой назвать. Коллективно-творческие дела. Если бы то, когда вы их сталкивались, наверное, там, тоже знакомы. То есть, очень многие процессы, этюды, там, театральные, чем там не игра, да, тоже. Это, ну, разные, как бы, игры. У них есть, там, своя квалификация. Подружаться за 10 минут в нее никакой возможности нет. Там, по этому можно было и. Вот. Но я хочу, все-таки, какую-то точку надо и рассказывать. Я занимаюсь ролевыми играми больше. Она больше похожа на деловую игру, когда, не знаю, разыгрывают какие-то социальные отношения между, там, феодаловыми и крестьянами, директорами, там, рабочими и так далее и тому подобное, да. Но они отличаются от деловой игры сильно. Деловая игра, она играет основном с функцией. То есть, вам говорят, вы директор, вы играете вот этого директора. И действуете в зависимости от того, какое вы место вот в этой экономической схеме, как бы, занимаетесь, что вы, там, должны понимать, подписывать, понимать какие-то решения и так далее. Ролевая игра, она дает более объемного персонажа. Она говорит, что человек, вообще-то, не только функция каких-то, там, отношений, да. Но еще он может иметь свои убеждения, какие-то религиозные, там, человеческие, свои какие-то личные, там, пристрастия и так далее, да. И, вообще-то, если мы хотим нормально моделировать жизнь, надо моделировать ее так. Потому что, кругоморядом, в реальной ситуации, вот так мы помоделировали на деловых играх, человек должен так поступать, он так не поступает, в силу потому, что у него есть другие проекции. И другие проекции жизни. Вот ролевая игра, в отличие от деловой, стремится эту проектированность максимально обеспечить, получается, такая вот роль, там, личность, как бы, в центре, не функция, а личность. Вот, и остальное, вроде бы, как бы, так же, да. То есть, погружаешься в социальные отношения, там, экономические, еще чего-то, но просто, вот, как бы, реагируем на несколько другое, и она, как бы, чему-то лучше. Почему мы этим занялись? Потому что я, когда был студентом, попал в педагогическое движение, в этом педагогическом движении мы занимались с детьми, вот, тут обсуждалась уже проблема, как сделать так, чтобы, вот, там, да, люди к тебе приходили, и первое правило педагога, которое меня вбили в педо-отаяни, оно звучало так. Сначала догони, а потом воспитывай. Значит, как бы... Значит, к детям надо подходить так, понимаете, а они имеют свойство разбегаться в разные стороны. То есть, ты приходишь, они туда-туда-туда, и ты, как вот, за ними, и все разорвался. Поэтому единственное, что можно сделать, это, чтобы они бегали за тобой. То есть, ты должен что-то такое начать творить, чтобы они сбегались, и тогда этой первой проблемы нет, и возникает там вторая-третья, о которой можно, как бы, говорить. Вот, поэтому надо было делать что-то азартное, тут я согласен с Алексеем, вот в этой, как бы, части, для того, чтобы, как бы, народ просто, как бы, прибегал. Поскольку мы работали с детьми, а любой нормальный пацан хочет стоять в доспехе на какой-нибудь горепости, он посмотрел фильм Робин Гуд и вообще, вот, что-то такое думает, а рядом сидит девушка, которая хочет, чтобы этот мальчик, соответственно, пламялся, и, вот, видимо, ради нее, как Бельсинея, Дон Кихот, да, Бельсинея что-то там совершал, то как-то нас к этому сразу привело, мы решили, что надо просто создать такую ситуацию, народ хочет не делать, и ничего. И тут выяснилось, да, в педагогике очень важная такая вещь, деятельность, да, что, с одной стороны, есть игра, с другой стороны, есть процесс вокруг игры. Вот мы создаем игру, мы придумаем модели какие-то, да, мы там делаем доспехи с детьми, мы там сочиняем что-то там, баллады там кто-то сочиняется и так далее. Есть процесс, который вывалится на игре, но он, как бы, до игры и после игры. И если говорить о воспитательном-образовательном эффекте, то то, что происходит до игры и после игры, ну, равносильно точно, если не сильно больше. Это, как бы, люди должны понимать. Мне вот Паша говорит, и на ошибки, и на ошибки. Вот первая ошибка, которую все делают, все отсекают, особенно заказчики, эти две части. То есть там, идешь там в какой-нибудь там институт, и они говорят, нам нужна игра там, тыра-пыра. Но вот не идет разговор в этот процесс, идет про саму вот модель там и так далее. То есть для них он не существует. Что там важное происходит? Там идет то самое средообразование, которое пытался, я так понимаю, лектор, может быть, не получил из какой-то коммуникации, с моей точки взаимного разговора, о том, что, как я услышал, шел, ну, о среде. И вот, игра, она дает такую почву в связи с тем, что она многодеятельностная. То есть там много разных деятельностных ниш. Что, первое, что мы увидели как педагоги, как сплотить школу. Ну, вот так, делаем игру. Получается, в нароках труда они там что-то там шьют, делают, да? В нароках истории изучают ту эпоху, которую, как бы, тоже, как бы, делают, да, там, потом. Вот сразу появляется такая интеграция, общезнаменательная. То самое общение, о котором мы здесь снова говорили, потому что, значит, надо все определить, как все это вместе делать и так далее. И появляется почва для самоуправления. Опять же, кто детской педагогикой занимается, понимает, что это важно и так далее и тому подобное. И мы пришли и начали заниматься игрой вообще-то от этого. То есть мы поняли, что это такая деятельностная ниша, которая позволяет просто раскрутить таланты, создать общую деятельность, общее событие и так далее и тому подобное. И дальше мы начали заниматься играми. Я свои первые большие игры начал проводить в 85-м году и до перестройки, еще вот там, еще советская эпоха была, уже мы наработали какой-то опыт, даже стали какими-то такими именитыми, выезжали куда-то там в развлеках на Волгу, строили там эти замки. И меня пригласили рассказать, так вот и сейчас, 25 лет спустя, рассказать про игры в образовании. И я тогда 25 лет назад поехал. Почему я сейчас это вспомнил? Потому что я помню Алексеевскую лекцию. Он сказал, что говорит про то, что интересно. Я сейчас буду говорить. И импровизирую. Поскольку слайдов у меня нет, значит, импровизирую. Мы говорим про то, что интересно. Значит, и вот я поезжаю туда, и мне так интересно сейчас эти срезы взять. Я на себя подумал, а что я говорил 25 лет назад? Что я говорил 10 лет назад? Еще меня волнует сейчас в этой теме. Ну давайте такой. Ну, интересно. Посмотрим. 25 лет назад это выглядело как? Я поехал в аудиторию, тоже сидел на аудиторию. В аудиторию, правда, в основном, они такие вот сейчас люди, может, лето такое, какие-то насупленные тетки сидели. И они, значит, как бы, я им, значит, раскатываю. Я им раскатываю. Вот там, замки, факела, там, трепыры, там, вот, дети, значит, мы моделируем отношения, кто-то Робин Гуд, кто-то Шериф. Вот они там бегают, и ночью играем, и днем играем. И они так на меня смотрят, смотрят, потом одна не выдерживает, встают и говорят, молодой человек, вы за кого нас принимаете вообще? Мы же все здесь педагоги. Мы понимаем, что такое прием провокации. Тут в какой-то момент тоже строили о провокации, я так вспомнил, да? Мы же были в этой метрологии. Ну, вы, конечно, сейчас сделаете провокацию, вы хотите нас сразу спровоцировать, на что-то на разговорах, вот так вы это все примитивно делаете. Придумали какую-то сказку, вообще-то, вот, совсем вот, она психнутая, к реальному отношению не может никакого иметь в принципе, да? Ну, вот представьте себе, ну, все поехали, да где вы это вообще можете, ну, вообще просто. И дальше, весь семинар, я убеждал о том, что это правда. Не убедил, не смог, так они остались при своем, я очень жилерстно захватил там, фотографии, еще чего-нибудь, хоть как можно было чем-то помахать. Сейчас это проще убеждать, там, всякие талкинистские движения, там, уже всех назорил в глаза, там, и так далее, да? бегают щитами, бегают там, метро там, всем попадаются в глаза. Тогда это было очень так, новинку, и было как бы непонятно, и так далее. Но вот с таким эффектом я сильно столкнулся, очень, на самом деле, непонимание, вроде бы все знают все по играм, но вот какие-то новые форматы, что может делать играм, на самом деле, воспринимаются сложно. И приходится через это прибарывать, и почему-то мне кажется, что сегодня тоже будем этим заниматься, хотя уже не так, и то, что я сейчас рассказываю, это уже никого не вызывает, никакого сомнения, но, возможно, найдется что-то другое на эту, как бы, тему. Поэтому я вот эту историю, как бы, вспомнил. Что я рассказывал тогда? Тогда я говорил, как игра, зачем она нужна? И говорил о том, что вот это такая штука, которая классно мотивирует детей. Ну, потому что а-за, понимаете? И есть разные способы мотивации, вроде бы там такая под перестроечная пора, мы уходим от такой, ну, школы, такой вот, как там сказать, старитарной, да, когда там всех построили, научитесь. И нужны разные способы мотивации. Тогда об этом говорили очень много. Вот есть вот исследовательские, типа мы вот с вас так маструировали, а есть вот игровые. И вот педагог, он должен играть на всей клавиатуре, значит он, о, ребята, значит на игре он, как бы, тоже может, как бы, играть. И я говорю про это, я говорю, смотрите, здесь начинает игра, у них появляется мотивация, мы погрузились в историческую эпоху, они начали читать какие-то книжки, они вот это узнали там, все здорово, все замечательно. Спасибо. 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 Спасибо.